Привет, ленивая задница! Хватит сидеть смотреть сериалы целыми днями. Иди лучше работай или учись. Хватит залипать в ютубчик. Сегодня на обзоре PrivatBank. Ну и уже по традиции 3 секунды истории. Основан 19 марта 1992 года бизнесменами из Днепропетровска Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым, Алексеем Мартыновым и Леонидом Милославским. СМИ писали, что с предложением создать банк к Леониду Милославскому, сыну влиятельного в Днепропетровске чиновника, обратился бывший комсомолец Сергей Тегибк. Трем партнерам, которые занимались торговлей кроссовками, техникой, а потом и металлами, идея понравилась. Воспротивился только Коломойский. Мол, зачем нужен свой банк, если можно пользоваться услугами тех, кто уже существует, но его переубедили. Официально основателями стали 4 компании. ООО ВИЗ, ООО Синтоза, ТРИО СОМ и ЗАО Приват Интертрейдинг. Тегибко стал первым председателем правления PrivatBank. Он же придумал название финансовому учреждению. А первая команда это близкие к Тегибко по комсомолу люди. В 1995 году было открыто 188 отделений. Владельцами акций по 16,7% на то время были Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Алексей Мартынов, Леонид Милославский и Леонид Гадецкий, водитель Павла Лазаренко. По слухам, глава Днепропетровской области Павел Лазаренко тогда вынудил банкиров переписать на своего человека долю в бизнесе. У Сергея Тегибко было 16,6% акций. В 1996 году Privat стал первым украинским членом международной платежной системы Visa International. 1997 год. Тегибко покидает PrivatBank. Его продвинули вице-премьером по вопросам экономической реформы в правительство. Паша Лазаренко постарался. А банк возглавил зам Тегибко Александр Дубилет, честно и порядочно трудящийся в привате с 1992 года. Он же отец Дмитрия Дубилета. С 1999 года и по сей день работает отделение в городе Некоссия на Кипре. Это первый украинский филиал банк, открывшийся за границей. В 2001 году банк запустил систему Privat24. В 2007 чистая прибыль составила 1 миллиард гривен. В 2011 году изменился состав акционеров банка. У Коломойского и Боголюбова было по 45% акций. Еще 3% владел Александр Дубилет. До национализации банка в декабре 2016 года главой правления PrivatBank был Александр Дубилет, а главными совладельцами основателей финансово-промышленной группы Privat Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, доля которых составляла по 49,9% и 41,5% соответственно. Остальные 8,6% принадлежали миноритарным акционерам. Всего 43 человека. PrivatBank В начале своей деятельности офис юного, еще зеленого банка располагался в нескольких комнатах обычного общежития в тогдашнем Днепропетровске. Но зато потом, в середине 90-х, в отделениях PrivatBank людишки выстраивались в очередь для того, чтобы разместить депозит под 600% годовых. Сегодня такая цифра кажется дикой и нереальной, но постсоветское поколение хорошо помнит такое финансовое экономическое чудо. Банка Privat Данилко призывал простых украинцев. Продавать свои ваучеры Privat Помните, были такие бумажки? Собственно, приватизационный чек, он же ваучер, номиналом 10 тысяч рублей, на который можно было купить акции государственных предприятий, проходивших приватизацию. Многие жители променяли свои ваучеры на бутылку водки, а те, кто посмекалистее, скупали ваучеры и покупали акции Газпрома и прочих гигантов. Рубята из Privat оказались смекалистей. Банка Privat Время лихих 90-х окончено. Переходим к самому интересному. Одевай сухие штанишки. Настало про жарких отзывов о PrivatBank. Погнали! Пишет консультант город Кропивницкий. Плюсы. Стабильный доход и для нашего города очень даже неплохая зарплата. Оплачиваемый больничный отпуск и очень чуткое и понимающее начальство всегда помогут, подскажут, поддержат и пойдут навстречу. И к тому же в период карантина можно работать удаленно. Что можно улучшить? Собственно, меня все устраивает. Пишет супервайзер. Город Днепр. Плюсы. Постоянный пересмотр заработной платы. Корпоративная мобильная сеть. За ежемесячную оплату страхового полиса большую часть мобильной связи покрывает компания. Плюс есть еще спортзал. Но я не пользуюсь. Бесплатная библиотека. Доступ к заказу различных программ для градации. А еще постоянно проходим обучение по ИТ. Что можно улучшить? К сожалению, столько много идей. И не всегда хватает время для их реализации, а чтобы коллеги и клиенты были удовлетворены, нужно успеть все сделать как можно быстрее и больше. Не хватает время на все или все-таки много задач. Плюшки по поводу сплоченности коллектива и вывоз куда-то в другой город. Не обязательно это должно быть море или Карпаты. Можно найти что-то поскромней. Что-то поскромней найти, в приватбанк в трусах зайти. Вот так вот. Нежно возмущается сотрудник отделения город Киев. Плюсы. Из плюсов можно отметить нормальная заработная плата. Если 14-18 тысяч для вас успех, конечно же да. Отношение руководства того не стоит. Имха. Что можно улучшить? Минусы. Это ебанное руководство. Отношение как к говну. Я понимаю банк, ответственность, все дела. Но ебаный ваш урод, где ваша человечность? Неужели нельзя нормально разговаривать? Там все на вас насрать. Когда вы пришли как стажер и спрашиваете то, чего не знаете. Вам, конечно, ответят. Помогут. Но если вы спросите во второй раз, руководство, сотрудники посмотрят на вас как на дауна. Еще объебут, какой вы неучебанный. Клиенты неадекватные. Прямо настолько. Все пишут про нормативы. Да это трэш, конечно, завышенные. Не то слово. Они охуели. Вот подходящее. Есть же еще МК. Менеджер контактов. То есть помимо того, что ты обслуживаешь клиентов, вам в день дают 50 звонков, чтобы напарить банковский продукт. Нахуя? А главное, зачем? Я, блять, пришел в колл-центр работать. Худею с вас, ребята. Помимо того, как вы устраиваетесь на работу в приватбанк, вы проходите собеседование, будто на должность директора банка. Сложнее только уволиться. Проработал около месяца. Сказал, что хочу уйти. Начальница рассказала, какой я хуевый. И нахера было месяц банку мозги парить. Я, конечно, охуел. По закону отработать нужно 14 дней. Но если договориться с работодателем, можно одним днем отделаться. Так вот, это не при приватбанк. Он вас так просто не отпустит. Сиди 14 дней по 9 часов. Занимайся хуйней всякой. Мы, как банк, заберем у тебя инструмент работы и тебе просто нечем обслуживать клиентов. Не рекомендую. Только если вы студент и сумма ЗП до 20К для вас устроит. Иное нет. И все. Банкопривати. Банкопривати. Рубит правду матку или матку на правду оператор контакт-центра. Итак, настало время и мне рассказать вам свое личное мнение о работе в приваты, основанное на моем личном опыте. Постараюсь быть кратким, так как рассказывать действительно много. Позвольте сначала буквально два слова о себе. Я устроился в приватбанк в конце 2016 года. Приват был еще частным. И до этого у меня уже был опыт самых разных работ. Успел потрудиться я и риелтором, и продавцом, и грузчиком, и так далее. То есть какой-то опыт работы у меня был, и мне было с чем сравнивать. Вакансию приватбанка я хранил для себя как последний козырь, ибо самый крупный банк, престиж, нормальная зарплата, стабильность. Да и что с ним может случиться? Правда? Не тут-то было. Но по правилам критики, перед тем как выругать, нужно выделить плюсы. Так и сделаю, поскольку они там действительно есть. Итак, начнем с... Плюсы. В приватбанке ЗП выплачивает вовремя, без задержек. Это выделяют всех, если почитаете ниже. Касательно размера, тут кому как. Лично я был в целом доволен. Выплачивают ровно ту сумму, которую и обещали. Вранья по поводу ЗП в приватбанке я не видел. Плюс. В приват относительно свободный график. Тут много нюансов, перечислять я не буду. И неплохая ситуация с отпусками. Тут в год дают 24 дня. Да, ребята, не все сразу. 10 деньков распихиваешь, как попало. Ну и 14 тебе выставляют отдельно. Важно! Тут тоже есть нюансы. Главный офис. Выставляют квоты на отпуска. И может быть такое, что вы хотели взять себе день, но кто-то уже эту квоту забрал. Стибрил, так сказать. Также я хотел выделить руководство. В КЦ ПБ оно действительно лояльное. Супервайзер и руководитель КЦ – это, как правило, люди молодого возраста, до 30 лет. Не кричат, не унижают. В рамках своих возможностей всегда помогут. Плюс карьерный рост, как бы есть, но только для тех, кто в Днепре. Там самые интересные вакансии. Поэтому, если вы можете позволить себе переезд в Днепр или там живете, то как старт карьеры в банке лучше варианта, чем приват, наверное, нету. Ну а теперь начнем разносить. В приватбанке очень слабая стажировка. Длится она месяц. Даже если вы будете учить и усваивать, то в лучшем случае это 40-60% от того, что надо знать. Все остальное вы будете учить прямо в линии. Когда вы будете в линии, то почти каждый день вас будут спрашивать. А почему вы мне говорите одно, а ваша девочка перед вами сказала другое? Поскольку операторов много и обучение у них слабое, то на один вопрос можно получить 2-3, а то и 4 разных ответа. Под следствием такой ситуации есть и кучка кадров. Она впечатляет. Основная масса операторов увольняется на первых месяцах работы. Кто культурно с отработкой, а кто просто исчезал. Ибо выдержать такую работу не каждый может. Думаю, каждый из вас не раз слышал о завышенных нормативах в какой-то организации. Это я вам скажу не ноу-хау. Их завышают везде. Но в привате они не точно завышены. Они просто неадекватные. Тут немного подробностей. Как вы себе представляете работу в КЦ? Ну например, позвонил клиент, спросил баланс. Вы ему говорите 100 гривен. Он вас благодарит и все. Правда? А вот и нет! Вы в начале диалога должны сразу в процессе разговора выбрать тематику из каталога. Их больше тысячи. У вас на экране появится текст и вы обязаны его зачитать. Думаю, мне не надо вам объяснять, как это неудобно и как это глупо звучит. Если вы не понимаете, откройте сайт Минфина в разделе отзывы клиентов. И посмотрите, как отвечают на вопросы. Только там в письменном виде. А вы будете это говорить. И говорить клиентам в голос. А потом выслушивать их недовольство, что вы как робот общаетесь. Я уже не говорю о том, что зачастую текст, который дает вам банк, не имеет ответа. Ответа. Там уход от ответа. Банка Приват. Продолжим тему нормативов. Их чуть меньше десяти. А может уже и больше. Так как придумывают постоянно новые. Нету таких операторов, которые все выполняли, даже самые крутые в чем-то проседают. Работа компьютеров и программных комплексов просто отвратительна. Почти каждый день что-то глючит, тормозит или не работает вообще. И это в условиях бесконечной нагрузки на линии. Добавлю еще и регулярные массовые сбои, во время которых нагрузка взлетает в небеса. И клиенты рвут и мечут же. В Приват. Банке очень паскудная система жалоб. После которых вас штрафуют и понижают в рейтинге. Жалобы не на то, что вы кому-то нагрубили или нанесли мат, ущерб. Нет. Поскольку политика банка нацелена на бесконечное целование клиентских задниц вашими губами. За последние годы собрались целая куча психически больных клиентов. Фамилии которых знает почти каждый оператор. Которые наяривают каждый день по 10-20 раз. Делать им нечего. По самым тупым вопросам. Которые имеют только один смысл. Оставить жалобу, чтобы потом им перезвонили и начали извиняться за негативный опыт в банке. В Приват. Банке очень оригинальная система нововведений. Когда вводят новую фичу, новый продукт и тому подобное. Вы о ней узнаете. Либо задним числом. Где-то через месяц или пару недель. Либо от клиентов. Круто, правда? Попадает на вас клиент, который интересуется новым кредитом. А вы о нем ничегошеньки не знаете. И что этот клиент потом будет думать о банке? Честно, мне уже лень писать. А вам, наверное, уже лень читать. Поэтому делаем вывод. Можно ли назвать Приватбанк самым паскудным работодателем на планете? Ответ нет. Во-первых, в других банках и то хуже. В Украине все банки это дряхлый, мерзкий совок. А во-вторых, плохая работа это та, на которой не платят. Все остальное это нюансы. Лично я не жалею, что поработал там более двух лет. Как минимум стал более финансово грамотным. И нервы подкачал. И прокачал. При этом мне очень жаль, что вышло все так, как вышло. Тут невольно мы возвращаемся к самому началу. Позвольте я себя сам процитирую. Да и что там с ним может случиться? Правда? Не тут-то было. Тут сразу я делаю вставку. Я не фанат олигархов. И мне не жалко товарища Коломойского и его компашку. Но тем не менее, я пришел работать в частный банк оператором. Уволнялся с государственного. С должности терпилы. Это уже не работа консультанта. До национализации половина минусов, которые я озвучил, не было. За последние два года на несколько раз урезали ЗП. Потом героически повышали. В сухом остатке оставалось плюс-минус то же самое. Увеличили продолжительность смены с 12 часов до 12.30. Почему? Потому что. И это универсальный ответ на все ваши вопросы работодателя. Почти каждый божий день вы будете слушать от клиентов фразу типа «Шо ци таке блять?» При Коломойском такого не было. И знаете что? Я согласен. Там тоже маразма хватало. Но нынешние менеджера их переплюнули. Насколько мне известно, банк хотят продать где-то к 22-му году. Надеюсь, чтобы поскорее так и сделали. И дай бог этот маразм закончится. Пока банк государственный, никто ни за что не отвечает. Вернее, не так за все отвечают операторы КЦ и сотрудники отделения. На этом я закончу. Все, ребята. Всем удачи, крепких нервов. Вам и здоровьица. Привод банка. Внимание, внимание. Строчит аноним город Киев. Злой менеджер по работе с клиентами. За счет банка туалетная бумага. Шарфик от старого сотрудника. Планшет и визитки. Куча руководителей, которые тебя по имени не знают. Но указаний у них масса претензий. На каждом шагу не так сказал. Не выполнил показатель. Каждый тянет одеяло на себя. В отделении, кроме туалетной бумаги. Это бесплатно. Вы не найдете даже бойлера с водой. Не говоря о чая, стаканчиках и так далее. Ручка, карандаш, блокнот. Все за твой счет. То, что предоставит банк. Планшет, шарфик. Чаще от старого сотрудника. Бейджет и визитки. На собеседование вам обещают минимум от 12 тысяч. 14 тысяч. Не ведитесь. Такая вещь, как индексация за воскресенье. Ее время работы в банке я ее не получила. Единственный сладкий месяц. Это первый. А потом ты уже в рабстве конторы Приватбанка. Суммы, которые вам обещают на собеседование одни. Но о том, что вы платите сумасшедший налог со своей заработной платой. И то, что налог увеличится. Вам об этом знать не обязательно. Выполнять показатели не особо сложно. Но самый идиотский показатель обучающие операции. Когда человеку это не нужно, ты обязан сделать его в принудительной форме. А если не выполняешь, будешь слушать пустой диалог. О, казачка, чего ты не делаешь. Тебе тут все предоставляется. Ты ленишься. А в конце концов, тебя напомнят, что уйти тебя могут в любой момент. Хотя у них такой кадровый голод, что за мое время не ушли никого. Самое интересное, это ваше увольнение. В день увольнения мне выплатили остаток ставки плюс отпускные. А вот бонусы больничные я жду уже третий месяц. Мир, труд, лори. Товарищи, мир, труд, маль, дорогие. Бенки, я приват. Бенки, я приват. Пам-пам-пам, стихоблудит Элиас, четыре двойки. Ну погнали. Когда бывает грустно и хочется деньжат, Беру я в руки паспорт и путь держу в приват. Зайти не успеваю, и сразу голос вдруг. Помочь вам чем-то нужно, девчонки тут как тут. Расскажут, все покажут, предложат, разъяснят. Ведь их задача каждому наколдовать деньжат. И вот иду домой я, пляшу, пою, кричу. Большой мешок с деньгами я еле волочу. Спасибо банку милому, зеленому, красивому. Теперь богатый я и вся моя семья. Вот так вот. Приват панки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok